Друзья мои, ну вот произошла колоссальная трагедия, да, вот погибли шахтеры опять на шахте, стяжная. Ну, я вот не специалист, я один раз был в шахте, и то спускался в качестве, ну, по делам просто я и так далее. Но я хочу сказать, что я не робкого десятка, но ни за какие деньги у меня бы не хватило мужества там работать, потому что это очень опасная работа. И в советские годы, я вам хочу сказать, что шахтеры, помимо того, что получали огромные деньги, ну и была система уникальной охраны, труда и так далее, там что произошло? Там запредельно был уровень метана, и рано или поздно все равно бы взрыв произошел, но они там отключали датчики, вот он рассказывает, там смазывали водой, чтобы не пищали. Почему это происходит? Ну, знаете, приватизация, которая прошла в стране, получили фактически задарма эти шахты и руководители. Ну, в основном это чиновники Министерства угольной промышленности, там какие-то олигархи и так далее. Ну, хорошо, получили. Ну, тогда хорошо, вы не вкладываете. Ну, тогда штрафные санкции должны быть такие вот. За погибшего шахтера семья должна получить минимум 5-7 миллионов долларов. Тогда действительно собственник начнет заниматься охраной труда шахтеров, понимаете? Ведь там же все было нарушено, ну, как можно спускать шахтеров при запредельном уровне метана? Это же и мне понятно, что... Но, к сожалению, ничего это нет. И сегодня, вот, допустим, если общественность поднимет свою голову, мы заставим, что суды будут принимать решение не кредиты там погашать. Это вообще даже не вопрос. А то, что вы будете платить за гибель реальные суммы, исчисляем миллионами в долларовом эквиваленте, и за риск они должны платить. Спустился в шахту, меньше 350, ты не можешь получить только за сам спуск, плюс выработка, плюс и так далее, потому что ты рискуешь жизнью, ты рискуешь и так далее. Это все должны заниматься профсоюзы, люди должны отстаивать. Я помню, как шахтеры у нас здесь в Кизеле, когда закрывали шахты, выступали. Я видел этих людей. Вы знаете, это настолько сильные, мощные люди, вообще настолько мужественные, настолько сами по себе физически красивые люди. Я не позволю, чтобы так над ними издевались, потому что, еще раз говорю, это очень страшный труд. Аварии будут, они неизбежны, эти аварии, потому что это подземные выработки и так далее. Но тогда будьте добры платить людям, и мы заставим платить, чтобы действительно шахтер был шахтером. В советские годы они огромные деньги получали и так далее. Поэтому такая ситуация. Спасибо вам, Песел Алексеевич.